Это автобус марки МАН. В нем есть почти 30 сидячих мест. Именно такие с 1 марта будут курсировать по улицам Кривого Рога. Обслуживать маршрут будет коммунальное предприятие «Городской троллейбус». Для этого у частной компании взяли в аренду 5 автобусов. На маршрут выйдет всего 4. Один останется в резерве. Первое время мы будем работать, планируем работать в экспериментальном режиме на этом маршруте. Цель этого эксперимента составляет то, мы хотим, первое, изучить пассажиропоток на этом маршруте. Второе, сменяемость пассажиров. И третье, самое главное, конечно же, это спрос и заинтересованность пассажиров в протяженном, в самом протяженном автобусном маршруте города. От одной конечной до другой со всеми остановками автобус доедет за 2 часа. Стоимость билета обещают сделать ниже, чем в маршрутках, но пока цифру не озвучивают. Без сомнений, плюсов есть много, но все же этот вид транспорта не для всех будет удобным. Ведь автобусов на маршруте будет только 4, поэтому ходить они будут с большим интервалом. В сентябре проходил конкурс для перевозчиков на 228 маршрут. Но желающих среди частных компаний не оказалось. По мнению специалистов в сфере транспорта Андрея Заславского, перевозчики считают, что ездить так далеко невыгодно. Ведь владельцы автобусов выдают путевки на каждый маршрут, потому чем больше путевок, тем больше прибыль. Но на самом деле это миф. Ездить далеко большими автобусами – общеевропейская норма. Там это высокая сменяемость пассажиров. Благодаря этому за рейс маршрутка перевозит уже не один салон, а два-три салона пассажиров. И по итогам рабочего дня получается больше прибыли, больше доходности такого маршрута. Поэтому миф о том, что длинные маршруты невыгодны, в принципе, я считаю, он искусственный. Большие автобусы не только удобные, вместительные, но и более безопасные. Ни в одной европейской стране микроавтобусы не возят пассажиров по городу. Это просто невыгодно. Чтобы перевезти 80 человек, нужен один автобус, две-три маршрутки или около 40 автомобилей. Это если предположить, что люди поедут по двое, хотя в реальной жизни чаще ездят по одному. Автобус занимает намного меньше места. Это отличный вариант разгрузить улицы от пробок на самых популярных направлениях. Расписание маршрута коммунальное предприятие «Городской троллейбус» обещает сообщить на следующей неделе. Говорят, подстраиваться будут подработников СИВГОКа. Главное условие, чтобы автобусы могли привезти и забрать с работы людей. Вероника Лавриненко, Евгений Жилай, Первый городской.